Здравствуйте! В эфире телеканала «Юрган» программа «Случай из трактики» в студии Екатерина Борщ. Сегодня у нас в гостях юрист Елена Курдюкова. Елена, добрый день, Катя, добрый день, телезрители. Тема нашего эфира сегодня – защита прав потребителей. Телефон прямого эфира 516767. Звоните, задавайте вопросы. И еще один способ задать свой вопрос, рассказать о своей ситуации – это обратиться в нашу народную студию. Там ваше сообщение принимает моя коллега Евгения Лебедева. Женя, добрый день. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте, Елена. Добрый день, дорогие телезрители. Сегодняшняя тема даст возможность узнать о своих правах и как не дать себя обмануть. Пишите нам в народную студию. Номер осеки вы увидите на ваших экранах. Спасибо, Женя. Елена, ну вот если товар, ну товар, наверное, это самое частое, с чем по защите прав потребителей сталкиваются юристы и сами люди, в принципе, да? Ну если товар надлежащего качества, в каких ситуациях можно вернуть и можно ли вообще? На самом деле товар надлежащего качества, как нам говорит закон, вернуть нельзя. Но его можно обменять. Например, вы покупаете товар и вы обнаруживаете о том, что он вам не подходит по цвету, фасону, размеру, расцветке. А в этом случае вы можете вернуть товар в течение двух недель, 14 дней. Обратившись к продавцу с требованием, можно сусным, можно письменным. В этом случае продавец вам должен данный товар обменять. А если продавец резонно возразит, а куда вы смотрели, когда покупали? Ну, к сожалению, заявить он может, но это не будет основанием для того, чтобы вам отказать ваши претензии. Однако следует отметить, что есть категории товаров, на которые не предусмотрен возврат товаров надлежащего качества. Это технически сложные товары. Например? Например, в настоящее время я хочу просто сказать о том, что перечень был достаточно краткий. В ноябре 2011 года были внесены изменения, а перечень у нас расширен. То есть это что? Это автомобили, это, например, комплектующие компьютером. То есть автомобиль, если не понравится расцветка, нельзя так привести, дайте мне оранжевый теперь, да? Нет, нет. А затем это различные многофункциональные устройства, принтеры, это радиотелефоны, это спутниковые устройства, ну и огромный достаточно перечень. То есть сейчас на нем устанавливаться, не думаю, нет необходимости, но любой потребитель может, заглянув в закон, постановление правительства, этот перечень как бы с перечнем ознакомиться. А также он может требовать от продавца, предоставить ему информацию и ознакомить его с тем перечнем товаров, в которых тот перечень товаров предусмотрен, который покупатель не может вернуть, в связи с тем, что данный товар является належащего качества. Ну, если говорить о, например, одежде, ну, не знаю, купила я себе кофточку в магазине, ну, очень мне понравилось, пришла домой, муж посмотрел, сказал, безобразие не позволю, я могу прийти, ну, не знаю, вернуть себе что-нибудь хотя бы. Да, конечно. Муж не позволит, что ж я ж не буду, что с мужем торгать. Конечно, вы можете обратиться в магазин, то есть, еще раз говорю, это срок 14 дней, при этом хочу обратить внимание телезрителей о том, что вы должны сохранить изделие в том виде, в котором вы его приобретали. Что имеется в виду? То есть, это... Чистое должно быть такое же. То есть, это фабричные ярлычки, все надписи, наклейки и так далее, то есть, чтобы было видно, что изделия не было в употреблении. Если хотя бы один из признаков будет говорить о том, что изделие уже употреблялось, например, вы его надели, поносили один раз, ярлычки срезали, пришли в магазин. Поэтому в магазине надо на ярлычки внимания обращать, получается. Конечно, подружки сказали, нет, тебе по цвету не подходит, поменяй. То есть, в данном случае отказ будет правомерен, поскольку вы его уже... Возможно, носили, да? Возможно, носили, да. Есть телефонный звонок, давайте, примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, это Владимир Сектовкар. Я, значит, вопрос у меня долгий будет, вы меня только не перебивайте, вы слушайте, пожалуйста. Но если можно, все-таки коротко. Алло, я приобрел по утилизации, сдал старую машину в автотрейдкоме, приобрел новую машину, семерку, сдал семерку старую. Значит, через третий день после приобретения у меня машина начала рассыпаться, редуктор загорелся, задымился, кардан начал вибрировать. В общем, дворники отказали в работе, я в автотрейд предъявил на третий день после эксплуатации заявление, значит. Они мне отказали в ремонте за тем, что якобы у них отсутствуют запчасти. Этот автомобиль сломанный, они мне отдали, сказали, мол, едьте домой, запчасти поступят через месяц, мы вам будем ремонтировать, а вы можете в это время эксплуатировать автомобиль. Я им написал претензию, что купли-продажи я хочу расторгнуть, но они мне отказали, директор на мое заявление о расторжении купли-продажи ответил письменно, что можете в любое время предъявить автомобиль на ремонт, но не ответил на тот вопрос, что я, что они должным образом, они, я забыл сказать, они должным образом не отказались категорически заполнять гарантийный талон по сервисной книжке. И вообще документы какие-то, наряд задания, что они обследовали автомобиль, что они исправили, почему они мне отказали во всех моих гарантийных услугах. И я подал заявление в суд, в суде, у меня уже три судебных заседания было, они категорически теперь отказываются, что вообще у меня принимали этот автомобиль на ремонт, что якобы машину они хотели взять, оказывается, на третий день после поломок, а оказывается, что машина была, в общем, у нас судебные... Минутку, минутку, у меня еще сейчас... У нас просто время эфира очень большое, я думаю, ваш вопрос в целом понятен, да, Елена? Да, абсолютно вопрос понятен, действительно. Проблема у потребителя следующая. Во-первых, он надлежащим образом не оформил свои претензии, то есть он обратился, скажем так, устно, получил устный отказ. То есть получается рекомендация другим телезрителям и телезрителям на будущее, что обязательно нужно фиксировать в письменном виде то, что обращался. Да, во-первых, вам нужно обратиться будет, если вы уже, допустим, обращаетесь к производителю, и вы видите то, что будет действительно отказ, то есть вы видите реакцию производителя. То есть, конечно же, я вам советую, не советую, и однозначно нужно писать письменную претензию. Затем, что касается того, насколько я поняла, машины через три дня уже были обнаружены недостатки. Если в данном случае недостатки были по вине изготовителя, то потребитель имеет право, чтобы произвели данный ремонт автомобиля. Более того, я хочу сказать, что в отношении технически сложных товаров, к которым относится и автомобиль, в течение 15 дней с даты приобретения автомобиля, если были установлены недостатки, покупатель может вернуть данный товар на самом деле. Но проблема здесь следующая. Только единственное, что не были оформлены никаким образом претензионные отношения. Я думаю, что поэтому и дело дошло до судебного разбирательства. То есть на будущей заметкой все-таки, в письменном виде обязательно, чтобы фиксировали, чтобы вы обращались с такой просьбой, что на самом деле у вас такая проблема. Еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот 10 декабря мы приобрели стиральную машину, и в итоге она у нас оказалась дефектация. Вот пришел мастер и выявил, что идет дефектация. Но у нас, как бы, они заказали на завод, в Москву, да, модуль управления у нас не исправлен. И в итоге, как бы, вот получилось то, что вот 45 дней уже, как бы, проходит. Я вот звонила, как бы, сюда, да, в сервис. Они, как бы, говорят, что на заводе нет, еще ждите 45 дней. Как мне быть вот в этой ситуации? Я могу вернуть эту машинку, как бы, в магазин или как-то мне обменять? Вот такой у меня вопросик. Спасибо большое. Машину вернуть, да, действительно, вы можете, стиральную машину относится к технически сложным товарам. И если на самом деле нарушение сроков произошло по вине продавца, если сроки нарушены, это 45 дней. Если иные сроки, я обращу внимание, не были установлены, когда вы... То есть в договоре должно было прописано быть? В договоре, да. Если отличается от 45 дней. Да, это возможно. То в этом случае вы имеете право действительно определить требования уже о возврате товара и выплаты ва выкупной стоимости. Более того, я хочу обратить внимание на то, что вы также можете потребовать от продавца выплаты неустойки в размере 1% за каждый день просрочки нарушения сроков ремонта данного, данного, данного прибора. То есть получается, люди заплатили деньги, в принципе, стиральная машина, они маленькие деньги, и они не могут пользоваться, и деньги потеряли, и машины не пользуются. Да, более того, я хочу сказать, что в период гарантийного ремонта вы имеете право потребовать, это касаемо стиральных машин, вы имеете право потребовать от продавца предоставить вам в пользу аналогичный товар. То есть это касается предметов длительного пользования. То есть если вы, например, готовы подождать, да, для того, чтобы действительно машину отремонтировали, она вам нужна, и вы купили по достаточно адекватной цене, вы можете для того, чтобы, например, как-то сгладить свои неудобства в том плане, что у вас нет теперь стиральной машины, и у вас есть определенные, скажем так, бытовые неудобства, можете потребовать от продавца, чтобы он вам предоставил на этот период аналогичную стиральную машину. Ну, которая, главное, чтобы стирала, скажем, да, не обязательно такие же... Да, с различными характеристиками. Предоставим слово народной студии, и туда поступили уже вопросы. Женя. Вопрос от Татьяны. В магазине купила сыр, пришла домой, развернула и увидела плесень. Чека у меня нет. Могла ли я сдать этот продукт в магазин? Да, конечно. Для того, чтобы вернуть товар, не обязательно предъявление чека. Если вы его не сохранили, в данном случае наш потребитель, достаточно свидетельских показаний. То есть, если, например, кто-то был рядом, то есть какие-то иные документы, это будет являться основанием для того, чтобы вернуть денежные средства за оплаченный сыр. Ну, вот если потребителям в результате эксплуатации обнаружены какие-то дефекты, телевизоритель звонила, достаточно сложная машина, да, ну, если попроще что-то, вот что может человек предъявить? Может ли он все-таки потребовать деньги или аналогичный товар? Да, если мы, например, рассмотрим в общем случае, не касаясь сложных, технически сложных товаров, то потребитель имеет право, во-первых, потребовать возврата уплаченных денежных средств, то есть расторгнуть договор купли-продажи товара. Он имеет право потребовать соразмерного уменьшения стоимости товара, соразмерно тем недостаткам, которые были обнаружены. Он имеет право потребовать устранить недостатки в период гарантийного срока. Также имеет право требовать замену товара надлежащего качества. Но хочу обратить внимание еще раз, что существует перечень технически сложных товаров, в отношении которых возврат товара и, соответственно, ваши требования об уплате денежных средств и замена товара допускаются только в исключительных случаях. Это три случая. Первый случай, например, если обнаружен существенный недостаток товара, который не позволяет в дальнейшем эксплуатировать данный товар без того, чтобы затратить значительные средства и в том числе денежные средства для того, чтобы данный товар находился в надлежащем виде. Также это нарушение сроков ремонта. То есть я еще раз повторюсь, уже был ответ нашим потребителям. Например, если сроки изготовления товара нарушили, сроки устранения недостатков нарушили, то вы имеете право уже после истечения данного срока потребовать все-таки возврата вам денежных средств. Предоставим еще раз народной студии слово. Появились еще вопросы. Женя. Валерий нам адресовал вопрос. Сейчас предлагают во многих магазинах продлить гарантию на бытовую технику за определенную плату. Стоит ли это делать и можно ли в дальнейшем отстоять свои права? Дело в том, что данный вопрос касается дополнительной гарантии производителя и продавца. Да. Действительно, если вы хотите себя подстраховать, вы можете заключить с продавцом договор на дополнительное гарантийное обслуживание. То есть сверх срока, который был установлен изготовителем. Но хочу обратить внимание, что данный вопрос угодно индивидуальный, поэтому вы можете как отказаться, так и заключить договор и уплатить предусмотренную дополнительную денежную сумму средств. И в этом случае, например, если на данный товар предусмотрен гарантийный срок 2 года, продавец вам предлагает заключить договор, например, с установлением гарантийного срока 3-4 и более лет с уплатой за каждый последующий год определенной денежной суммы. Эти требования достаточно правомерны. И если, например, эту сумму вы уже уплатите, договор заключите, в дальнейшем вы не сможете требовать от продавца, например, возврата вам данных денежных средств, но имеете право требовать в данный период, который сверх гарантийного срока, нормативно установлен требования для того, чтобы устранять недостатки, которые могут возникнуть в данный период пользования товаром. — Здравствуйте! — Извините, у меня такой вопросик. Я купил машинку, тоже по машинке, да, вот мне обязуют в том салоне, ну, проходить как не ТО, а как это называется, ну, гарантийно служить, да, а я могу в другом салоне просто это делать. Не обязательно в том, в котором я купил. Я имею в виду, как это, ну, вот масло менять, вот это все хозяйство, да, потому что там цены у них свои, а я просто живу далеко, и мне невыгодно туда ездить, и по цене другая, ну, цена вот такой вот у меня. — А это не гарантийное обслуживание, то есть раз в год не на бесплатной основе, а именно на платной? — Нет, ну у них как? Я купил машину, но все равно меня за это заставляют. Две семьсот я должен заплатить, да? А если я делаю, допустим, ну, в другом салоне, где-то у меня где-то это выйдет в пределах тысячи всего, замена масла. — Но при этом в том салоне, в котором вас обязуют обслуживаться, сохраняется гарантия, да? — Да, гарантия для обслуживания, да. Вот, я просто в другом хочу сделать, у меня дешевле это выйдет. Ну, спасибо большое, до свидания. — Спасибо вам. — А это касается, да, я поняла, что это касается эксплуатации стиральной машины? — Нет, автомобилей. — Автомобили, я поняла. То есть, вы можете, по большому счету, производить данное обслуживание в другом салоне, но единственный момент, вы должны будете доказать, что обслуживание проводили специалисты на лежащего уровня, не было никаких иных нарушений. — Вы чаще всего обязуют, ну, не только из-за того, что себе прибыль обеспечить, но и то, что там специалисты... — Да, обеспечить уже гарантию качества при данном обслуживании. — Поэтому, если вы будете в другом салоне обслуживаться, просто у вас могут возникнуть дальнейшие проблемы с качеством. — Если говорить о гораздо более простых вещах, именно вещах, вот приобретенные, ну, не знаю, свитеры приобретенные, после стирки, в соответствии с маркировкой, где указано, там, при какой температуре постирать, как, ручной или в стиральной машине, все соблюли. — Вот не зря же, да, маркировка эта. Ну, не всегда же эти маркировки правильно нацепляют, особенно некачественные, например, фирмы. — В этом случае я постирала, цвет поменялся, цвет стал более блеклым, или размер поменялся. Вот в этом ситуации я уже поносила, я уже постирала. Вот я могу вернуть или нет? — Да, дело в том, что ситуация здесь получается следующая. То, что вы приобрели товар, на товаре были ярлычки, которые указывали, как именно нужно эксплуатировать данный вид товара. То есть, если касаемо свитера, то есть, как именно нужно за ним ухаживать, при какой температуре нужно стирать, ну, можно ли его, там, например, гладить, тепловую обработку проводить и так далее. Если вы не нарушили эти условия, и товар у вас потерял, скажем так, свой вид в течение срока годности, то в данном случае вы можете обратиться к продавцу также с требованием о возврате вам денежных средств. — Почему? Потому что при том условии, когда вы покупали данный товар, вам были сообщены недостоверные сведения. Например, что данный свитер нужно стирать, допустим, при температуре 30 градусов, например. А у вас на ярлычке указано, что температура 40 градусов, грубо говоря. Но на практике это доказать бывает достаточно сложно. И, как правило, требуется обратиться уже к эксперту для того, чтобы провели экспертизу. И действительно установили, что именно не по вашей причине, а именно потому, что не те условия были вам указаны, сообщены в ярлычке, вы потому и, в принципе, и потерпели, скажем так, неудачу при покупке данного свитера. Еще раз в Народной студии предоставим слово. Женя, новые вопросы? Купил телевизор, гарантия год, но, как назло, сломался через месяц после того, как закончилась гарантия. Как быть? Можно ли отстоять свои права? Какие для этого нужно собрать документы и куда обратиться? Ну, с такой ситуацией столкнулся Сергей Петрович. Елена, что вы можете посоветовать? Да, я хочу сказать следующее. Несмотря на то, что на данный вид телевизора был установлен гарантийный срок год, любой потребитель может обратиться с требованием об устранении нарушенных недостатков и восстановлении нарушенного права в течение двух лет с датой приобретения товара. Для этого просто нужно будет доказать то обстоятельство, что данные недостатки, которые возникли после гарантийного периода, то есть после года, который был установлен, они возникли уже до того, как товар передавался. Например, это могли быть какие-то, скажем так, заводской брак и так далее. То есть это не связано с ненадлежащей эксплуатацией товара. Второй момент, куда все-таки можно обратиться? Во-первых, можно обратиться в государственный орган в сфере надзора прав потребителей, а также вы можете обратиться и в суд. Но я вам советую все-таки для начала направить претензию к продавцу. Напрямую? Да, напрямую, конечно. Чаще всего получается полюбовно решить вопрос. Да, я думаю, что и в любом случае продавец должен рассмотреть вашу претензию. И только после того, как вы получите отказ продавца, только после этого можете обратиться уже с защитой права в судебном порядке. Маленький женский вопрос. Косметика, декоративная, обычная, кремы, срок годности, на них же тоже полагается, чтобы был. Если нет такой маркировки, что обращаться к продавцу, немедленно уберите? Во-первых, когда вы сталкиваетесь с тем, что вы хотите приобрести косметику, естественно, что, например, вы осматриваете, вы не видите условия по сроку годности. Вы должны обратиться к продавцу, который должен вам, во-первых, предоставить всю информацию по данному товару срок годности, показать надлежащие сертификаты. Они должны также находиться у продавца. И таким образом вы будете ознакомлены с информацией, если срок годности истек, естественно, что товар не подлежит вообще продаже. То есть он должен быть изъят. А если случайно приобрели, сохранился чек, я могу благополучно все это вернуть? Да, например, если вы приобрели товар, например, коробочка закрыта была, да, вы приобрели, пришли домой, открываете. Она зеленого цвета, то есть внутри крем зеленого цвета. Я так утрирую, конечно. Естественно, что даже если вам эту информацию не сообщили, и вы просто по наивности не поинтересовались все-таки о сроке годности, и понадеялись на то, что действительно данный крем еще можно использовать, вы можете в любом случае обратиться к продавцу за данной информацией. Он должен предоставить информацию. И, соответственно, в данном случае, если все-таки срок годности не прошел, но товар в надлежащем виде, вы можете заявить требование о возврате вам плаченных денежных средств, поскольку он был ненадлежащего качества уже при покупке товара. И вы не могли данные недостатки увидеть, когда его покупали, потому что была, да, упаковка. Выслушаем еще один вопрос из Народной студии. Женя. К сожалению, Народная студия заканчивает свою работу, и сейчас озвучу последний вопрос. Пишет нам Надежда. Мне подарили сотовый телефон с гарантией на два года. В процессе эксплуатации я увидела, что видео снимается с дефектом. Могу ли я потребовать замены? В эксплуатации год. Спасибо, Надежда. Вот такой вопрос. Вы можете потребовать в данном случае устранить данные недостатки. То есть, если видео снимается с дефектом, вы можете обратиться к продавцу для того, чтобы не данные недостатки были устранены. И только в том случае, если данные недостатки не могут быть устранены, или, например, продавец отказывается, вы можете обращаться уже за возвратом денежных средств и заменой, соответственно, товара. Примем телефонные звонки. Здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. У меня вопрос по поводу претензий. Вот письменные у вас обсуждалось этот разговор был. Мы послали претензию на магазин мебельный. Письмо, заказным письмом, которое мы отправили, пришло обратно с пометкой, что они не могут забирать почту. По какому адресу можно отправить, если юридически и фактически у них соответствуют, но почту они не забирают? То есть, куда можно обратиться еще раз с претензией? Спасибо большое. Есть ли какой-то способ, чтобы письмо все-таки дошло, скажем так, до получателя? Разве может магазин не забирать свою почту? К сожалению, нет. Такое слово, скажем так, это огромная редкость. Но если вы живете в данном населенном пункте, я все-таки советую вам обратиться лично, подойти в магазин и вызвать менеджера магазина, либо администратора, и вручить ему данную претензию, либо даже... Главное, чтобы он сделал на копии отметку, что принято такого-то числа, такой-то, такой-то должности, указано должно быть обязательно на своем дубликате, который остается у вас. Если же, например, вы направили претензию верно по тем адресам, которые были вам указаны, или, например, которые вы нашли в сайте интернета и так далее, и в данном случае вам был произведен возврат данного письма, то я думаю, что, во-первых, если вы уверены в том, что именно компания не забирает, продавец не забирает данную корреспонденцию, то вы, конечно же, можете обращаться сразу же, например, в государственный орган по защите прав потребителей, поскольку иного способа, наверное, кроме как в суд обратиться, у вас уже нет. Либо вы можете, например, все-таки уточнить в почтовом отделении, по какой причине почта не забирается. Нет такого обстоятельства, что компания, скажем так, не получает почту. Еще один телефонный звонок, примем. Здравствуйте. Слушаем вас вопрос. Здравствуйте. 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 Юлия Сыктывкар. Покупала туфли в магазине. На кассе цена оказалась на 100 рублей больше, чем на ценнике с витрины. Висит объявление на кассе, что цены на витрине могут не соответствовать ценой на кассе. Насколько вообще это такое может быть и правомерно ли? Спасибо. Спасибо большое. Часто достаточно говорят, насколько это законно, вы нам сейчас объясните, что если указан и продавцы подтверждают, что вот такая-то цена, а реально оказывается она немножко больше, продавцы должны снизить ее. Да, здесь получается два момента. То есть первый момент. Вы ознакомливаетесь с товаром, то есть смотрите на цену, идете к кассе, и только когда вам пробивают стоимость товара, вы видите в чеке, что стоимость другая. В данном случае вы имеете полное право требовать продажи вам именно по той цене, которая была указана на рылочке. Если же вы, например, видите товар, видите цену, и тут же висит объявление о том, что действительно цена, возможно, может не соответствовать. Это же уловка. Вы в любом случае обращаетесь к консультанту, я понимаю, это не уловка. Мне кажется, уловка. Это может быть просто технические какие-то, скажем так, нарушения. То есть вы обращаетесь к консультанту, и, соответственно, уже после того, как информация получена, вы имеете право, соответственно, как бы либо отказаться, то есть вы просто товар не покупаете, либо покупаете по той цене, по которой, та цена, которая была указана. Но в любом случае это будет нарушение продавца, поскольку цена на рылочке должна соответствовать цене товара, реальной цене. Если говорить о товарах, подлежащих сроку годности, ну, предположим, лекарственные средства. Пришла я в аптеку, купила я себе аспирин, но не обратила внимание, что на упаковке, в которой 100 таблеток есть импортный аспирин, в большие упаковки, соответственно, месяц всего до срока годности окончания, ну, не смогу я 100 таблеток аспирина выпить до конца месяца. Вот в этой ситуации могу я вернуть. Срок годности не нарушен. Хотя, ну, адекватно, я же не смогу. Только если ходить по всем соседям и угощать их. В данном случае нет. То есть вы, когда покупаете товары, вы видите информацию, которая указана на тацию, видите срок годности. И в данном случае товар надлежащего качества, то, что вы его не использовали, это, скажем так, уже... Ваши сложности. Ваши сложности, да. В этом случае вы таблетки вернуть никак не сможете. Также касаемо других товаров. Например, я приобрела огромное количество строительных материалов, да. Например, через какое-то время я обнаружила, что, оказывается, их очень просто много, и мне всего нужно половину того, что я приобрела. В этом случае вы не сможете вернуть товар, например, просто по той причине, что у вас срок возврата товара 14 дней. То есть вы зайдете 14 дней, это тот срок, который дается именно для того, чтобы вы определились, скажем так, да, по объемам товара, по цвету, по расцветке и так далее. Если уже, например, это касаемо даже той же керамической плитки. Если, например, после этого срока вы уже предъявляете продавцу претензии, он полное право имеет вам отказать в этом случае. То есть надо быть при покупке любой вещи, лекарства, обязательно внимательно все рассматривать, да, начиная от срока годности, количества, что все совпадало. Вот тоже, думаю, часто вопросы задают. Меня просили тоже поинтересоваться. Торговый зал у нас не всегда очень просторный. И вот мы там ходим, суетимся, каждый выбирает, особенно в самообслуживаниях магазинах. Я нечаянно зацепила что-то и уронила, испортила. Я этот товар еще не покупала, не приобрела. Он фактически принадлежит еще магазину. Я это сделала не специально. Вот имеет ли право продавец требовать с меня стоимость товара? Дело в том, что продавец имеет право потребовать от вас возмещение ущерба только в том случае, если он докажет, что это была умышленная порча имущества. Поскольку действительно вы правильно говорите о том, что товар находится на территории товарного зала, соответственно, риск гибели и порчи товара кто несет? Собственник. Собственником является продавец. И в связи с этим, естественно, что все риски именно ложатся на продавца. Но если же, например, именно по вашей причине товар был поврежден, то есть просто, не знаю, ну, бывают такие обстоятельства, то в этом случае, возможно, и магазин-продавец может предъявить вам требования о возмещении какой-то части ущерба. Но достаточно это сложно доказать. Мы, как потребители, можем потреблять не только товары, но и услуги. Предположим, женщина обратилась в парикмахерскую за покраской или химической завивкой. Ей испортили волосы. Ну да, с нее не взяли деньги за эту услугу. Может ли она за испорченные волосы, за то, что ей придется это лечить, за то, что на ней очень хорошо будет это время выглядеть, аморальный ущерб. Можно ли как-то истребовать? Да, конечно. Во-первых, я советую в таком случае все-таки обратиться к специалисту, для того, чтобы получить, скажем так, небольшую косметологу или номоспециалисту, для того, чтобы получить заключение о том, что все-таки данный волос... Экспертиза своеобразная. Да, своеобразная экспертиза о том, что действительно была нарушена целостность волоса, и волосы будут нуждаться именно в длительном восстановлении. То есть это проведение специальных косметических процедур. И после того, как процедуры будут проведены, вы имеете полное право предъявить производителю данной услуги, скажем так, да, то есть тому же косметическому салону парикмахерскую сумму возмещения вреда. Более того, это именно те расходы, которые вы понесли, для восстановления, скажем так, нормального, не знаю, как сказать, нормального состояния ваших волос. Более того, вы также можете предъявить и моральный вред, то есть который вы понесли, в связи с тем, что, скажем так, вам сожгли волосы. Все понятно. Спасибо вам большое. Время эфира, к сожалению, к концу подошло. Всего доброго. Спасибо, Катя. Спасибо телезрителям за вопросы. Сегодня от юриста Елены Курдюковой мы узнали, как отстоять свои потребительские права. Не оставляйте такие ситуации без внимания, и тогда нарушать наши права будут гораздо меньше. Следующий случай из практики завтра. В полдень гость эфира акушер-гинеколог Ирина Соболева расскажет о бесплодии, насколько актуальна эта проблема для нашей республики, в чем причины и как преодолеть заболевание и родить прекрасного и такого любимого волша. Готовьте вопросы. Телефон редакции 725-400. Электронный адрес нашей программы – случайсобакакртк.ру